Приветствую вас! Безусловно, такие методики существуют, это НЛП, гипноз, возможно, вот. Они могут вам достаточно быстро снять напряжение, которое вы испытываете, вот. Но мне кажется, что ключевого аспекта эти подходы не заметят. Ключевой аспект, на мой взгляд, заключается в том, что вы хотите защититься обязательно на отличном, для вас важна оценка, вот. А вы считаете, что оценки это самое главное. То есть, собственно, именно поэтому вы и проигрываете. Именно поэтому вы боитесь, а вот вы засыклены на оценке. Вы хотите получить оценку, вы знаете, что вы зависите в этом плане от других людей. И именно зависимость от других людей, то есть, невозможность контролировать то, что, ну, например, с вами происходит. И это вызывает у вас такие вот негативные ощущения. Вот. При этом вы упускаете, на мой взгляд, как вот я вижу, вы упускаете очень важную деталь. А именно, что если преподаватель вас захочет завалить, он вас завалит. Так или иначе. Если он, преподаватель, в смысле, захочет поставить вам плохую оценку, он ее поставит. Никуда от этого вы не денетесь. Вот. Комиссия, преподаватель. Вот. Оставит вам плохую оценку в любом случае. И самое главное, что оценки никак не влияют на вашу перспективу будущего роста. Оценки никак не влияют на вашу перспективу дальнейшего развития. Вот. Оценки никак не влияют на то, что вы будете делать в дальнейшем. Вот. Оценки никак не влияют на вашу успешность. Для, еще раз повторю, да, для серьезных людей. То есть люди серьезные, да, они смотрят на опыт, они смотрят на практику, они никак не смотрят на оценку. Почему? Потому что оценки это очень субъективное понятие. Это очень субъективное понятие. И все серьезные люди это знают. Именно серьезные люди. То есть серьезные люди имеются в виду кто? Да? Те, кто, там, принимают на работу, высшая аттестационная комиссия, например. Если это действительно профессионал своего дела, они знают. Вот. Поэтому оценка это не то, что важно на самом деле. Важны навыки. Важны знания ваши. То есть вот именно то, что вы делаете, то, чем вы занимаетесь. Вот. Вот. Вот это важно по-настоящему, а не оценка. Когда вы беспокоитесь за оценки, вы всегда ориентированы на других людей. То есть оценка это всегда ориентация на других людей. Это социальная ориентированность. Социальная ориентированность никак, абсолютно никак не добавляет вам профессионализма. Вот. Социальная ориентированность никак не помогает вам в вашей будущей профессии. Поэтому у вас сейчас имеет место быть сверх мотивация. Сейчас. Как бы. Как бы. Вот. И вам чересчур важно получить хорошую оценку не потому, что она вам самой нужна. Если она вам самой нужна, то это означает просто, что у вас говорят, что у вас нет. Другие люди. Человеку, который занимается своим делом и который знает, что это его дело и что он хочет в этом дальше развиваться, расти и так далее и так далее, ему на оценке плевать. Понимаете? Так что я вижу основную задачу психолога здесь это снизить вашу мотивацию к получению оценки. Вот. Вот. То есть вот вы говорите, что вы боитесь. Вот. Вы говорите, что вы боитесь. Но вы думаете это случайно? У вас страх, провал, состояние провал. Нет. Это не случайно. Это означает только то, что вы хотите, вы хотите провалов. То есть это означает, что у вас есть такой своего рода бунт против кого-то, кто мотивирует вас на отличную оценку. Потому что это не ваша позиция. Да, это не ваша позиция. Профессионалы, еще раз повторю, да, чтобы вы прям вот запомнили это, профессионалы оценки не интересуют. Профессионалы интересуют только его навыки и личностный род. Вот. Все. Больше профессионал ничего не интересует. Знаете, какая история? Вот. Поэтому то, что вы беспокоитесь, то, что вы волнуетесь, это с одной стороны позиция вашего окружения, которая мотивирует вас на то, чтобы вы обязательно защитились на отлично. И считают, что именно это вам поможет, хотя это не так. Вот. И с другой стороны, это ваше подспутное такое желание, подсознательное желание, действительно провалиться, потому что вы чувствуете себя не свободной. По сути. Ведь вы сейчас чувствуете себя не свободной. Вот. Вы только вдумайтесь, да, вот, только вдумайтесь, что вы учитесь, да, вы защищаете диплом, вы, по сути, обучаетесь специальности, вместо того, чтобы обучаться специальности и приобретать навыки, вы беспокоитесь из-за оценок. Вот. Хотя оценки, ну, никак не сказываются на профессиональной деятельности, ну, никак. Просто, да, вы можете ошибиться, да, вы можете забыть. Делает ли это вас плохим профессионалом? Нет. Делает ли это вас, эээ, недостаточно хорошим студентом? Да, возможно, но работать вы будете профессионалом, а не студентом. Понимаете? Обществу, людям, ну, вот, с которыми вы будете работать в частности, нужны профессионалы, не студенты. Так что важнее, студенчеству или профессионализм? Понимаете? Понятно, что здесь у нас есть, значит, ну, понятно, что здесь у нас есть недостатки нашей системы образования. Это понятно, что нас ориентируют на оценки, а не на навыки. Это понятно. Вот. Ну, раз вы учитесь, раз вы уже защищаетесь, раз вы можете защититься на отлично, а я уверен, что вы можете, вот. То вам это, то вам необходимо понимать то, о чем я говорю. Необходимо просто. Иначе все время, иначе всю твою жизнь вам придется ориентироваться на оценки кого-то. Вот. И по итогу вы так никогда не раскроете свой потенциал, так никогда не раскроетесь, как специалист. Понимаете? Вот и все. Вот и все. То есть, по факту, по факту, сейчас вы раскрываетесь, как специалист, нет, вы не можете заниматься практикой. Вы не можете заниматься дипломом, вы не можете заниматься любимым делом, ну, априори, да, то есть, как бы, по умолчанию, вы не можете, почему, вот так, вот так, поэтому я думаю, что здесь вот, если говорить о работе, да, именно вот, какую работу мог бы провести с вами психолог, да, это вот именно, именно снизить мотивацию, получить хорошую оценку, и показать, что оценка ничего не значит, вот и всё, вот так, я думаю, можно ответить вам, если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь вам, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи.